Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы поговорим сейчас о последней, заключительной главе послания к Галатам. Это шестая глава. В состав шестой главы, в то время, когда уже на рубеже первого и второго тысячелетия делили текст на главы, попали два очень важных момента, подытоживающих основной смысл, основное содержание послания к Галатам. Во-первых, в начале главы апостол Павел говорит о том, как быть, когда мы сталкиваемся с теми или иными ошибками, непреднамеренными или грехами людей. Да, в общем, наверное, и со своими собственными тоже. Как вот относиться к тому, что Слово Божие возвещается в очень несовершенной человеческой среде? Но это ведь действительно так, и она всегда несовершенная. Тут даже особо и спорить не о чем. Вот как с этим быть? Потому что во все времена, в том числе и в те времена, когда апостол пишет это послание, наиболее, пожалуй, популярным образом действий, даже не только точки зрения, был и остается такой псевдохристианский ригоризм, когда людям хочется всех окружающих оценить, насколько и в чем они неправы, обычно оказываются неправы во всем, ну и каким-то образом наказать, перевоспитать, железной рукой загнать человечество в счастье. А апостол Павел говорит об этом же самом удивительные слова, которые очень важно помнить. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Это фундаментальная вещь, понимаете, это, я бы сказал, общехристианское такое правило, руководство отца которым следовало бы нам всем без исключения в отношениях с близкими, в отношениях с детьми, с сотрудниками по работе, в отношениях церковных. Ну да, бывает, что люди впадают в согрешение, и да, с этим приходится как-то жить и что-то с этим делать. Вот апостол настоятельно рекомендует нам делать все, чтобы исправить эту ситуацию, помочь человеку измениться в духе кротости, наблюдая за собой, помня о том, что ты и сам тоже вовсе не безупречен. Вот эта крутость такая, в других местах апостол Павел называет это «снисходить друг ко другу любовью». Это очень важная вещь. И дальше следующий стих, такая знаменитая тоже фраза, одна из, может быть, самых знаменитых фраз апостолу Павла «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Как вы помните, одна из важнейших тем послания к Галатам, как и в каком объеме, и в каком виде исполнять закон Божий, который был когда-то законом Моисея, а теперь, как утверждает апостол Павел, верующим дан закон Христов, который чем-то другой, который чем-то отличается. Вот что это и как его исполнить? Тоже рекомендация апостола удивительно проста и практична. Он говорит «Носите бремена друг друга, разделяйте тяготы, немощи друг друга. То, что близкому твоему трудно, тяжело, подставь в этом плечо». Кто-то не может справиться со своими страстями или с какими-то особенностями психики, там, тугодумием или раздражительностью, или, наоборот, эмоциональностью. Да мало ли, какие в жизни трудности бывают, помимо обыкновенной бедности и физической немощи. Да, вот все это у каждого из нас бремена, которые отягощают наш путь по жизни, путь за Христом. Вот апостол Павел говорит «Разделяйте эту тяжесть, носите бремена друг друга». Именно так исполняется закон Христов. Обратите внимание, что за прошедшие с момента написания этого текста две тысячи лет люди выдумывали огромное количество всякой всячины, которую мы считаем и пропагандируем как исполнение закона Христова. Хотя большую часть из всего этого Господь в жизни никогда нам не повелевал. Вот наши обычаи, то, что мы считаем прямо обязательным, мне не хочется уточнять конкретно. Я думаю, что каждый, посмотрев вокруг себя и прочитав Евангелие, и увидит, как христиане часто пытаются исполнить тот закон Христов, которого Христос вовсе даже и не давал. А вот на самом деле эта рекомендация апостола, она касается в первую очередь наших отношений, не каких-то аскетических, гипотетических подвигов, о которых Христос ни слова не сказал или чего-нибудь еще, а именно отношений к ближнему. Так мы исполним закон Христов. Это очень тоже важно помнить. И тоже я бы сказал, что часто люди удивляются, как же так, вроде живу, все делаю, от ударов лбом в углу комнаты в линолеуме уже пятно протерлось, а переживание того, что ты действительно во Христе живешь, как не было, так и нет. Ну, потому что вот что надо делать, да, носить бремена друг к другу, подставлять плечо в трудностях ближнего. Вот это дает встречу со Христом. И вторая часть, вторая тема этой последней главы, послание к Галатам, Павел пытается уже своей рукою набросать буквально в одной-двух фразах основной смысл содержания послания и говорит, вот смотрите, как много я написал вам своей рукою, потому что все до этого, до 11 стиха 6 главы, было продиктовано апостолам. И вот он пишет своей рукою, желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Мы уже говорили, мне кажется, когда обсуждали первую главу этого послания, что в Галатии, в галатийских церквях появились эмиссары из Иерусалимской христианской общины, которые пытались принудить христиан из язычников обрезываться и, соответственно, исполнять закон Моисеев для того, чтобы эти бывшие язычники, ставшие христианами, могли считаться в полной мере иудеями. Для Иерусалимской общины это было важно, потому что они тем самым защищали, ну, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, защищали себя от обвинений в предательстве веры отцов, потому что жители Иерусалима, Синедрион, иудейские власти, в общем, с трудом терпели иерусалимских христиан и говорили, что вы поклоняетесь Иисусу и оставили веру отцов. Вот, собственно, гонение за крест Христов Павел прекрасно знает, что это такое, потому что и сам лет за 15 до написания этого письма, может быть, чуть больше, участвовал в этом на стороне гонителей. И вот поэтому христиане Иерусалима, которые все как один были из иудеев, они старались подчеркнуто исполнять весь закон образцово именно для того, чтобы их не обвиняли в предательстве веры отцов. Ну и, соответственно, ради этого же, ради того, чтобы самим там, в Иерусалиме, не здесь, в Галате, а там, в Иерусалиме, выглядеть правоверными, ну вот они ходили по основным Павлом общинам и пытались этих самых христиан превратить в иудеев. Но вот посмотрите, Павел называет вещи своими именами очень короткой, простой фразой. Они принуждают вас обрезываться, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ему будут говорить, что нет-нет, там дело не в кресте Христовом, а мы там ратуем за что-нибудь. Всегда люди находят какие-то относительно благовидные предлоги. Но Павел смотрит в корень и говорит, что вот на самом деле просто нежелание исповедовать Иисуса Господом за этим всем кроется. Это обычно бывает очень неприятно слушать, конечно, вот такого уровня правду. И дальше в самых последних строках апостол вдруг пишет удивительные, очень тоже важные для нас слова. Он говорит о том, что вот там люди, которые пропагандируют обрезание, соблюдение закона, там, чтобы выглядеть так, чтобы нравиться кому-то в этом мире. Собственно, это у него называется словом каухима, похвальба, хвалиться. Он говорит, нет, а я ничем не буду хвалиться. Я не буду этого ничего делать, кроме креста Христова, которым для меня мир распят. И это тоже, если хотите, очень важный лозунг, такое вероисповедное заявление апостола, который не соглашается хвалиться, то есть выглядеть как-то там привлекательно и позитивно, ни в чьих глазах. Ни в чьих глазах. Потому что по-настоящему, говорит апостол Павел, определяет его жизнь и его все отношения с обществом, отношения с людьми. Крест Христов, которым для меня мир распят, и я для мира. Понимаете, как тогда, так и сейчас все время обнаруживаются какие-нибудь политические структуры, которые хотят, чтобы христианские церкви там были такими, как им этим структурам хочется или выгодно. Абсолютно во всех культурных контекстах, почти в любой стране, где маломальски заметные христианские общины существуют, находятся социальные течения, которые говорят о том, что христианская церковь должна, хотя, в общем, она, конечно, кроме Иисуса и Христа, никому ничего не должна. Вот она должна быть такой, то оплотом, не знаю, освободительного движения, то, наоборот, духовными скрепками, то чем-нибудь еще, то еще какие-нибудь социальные группы, говорят, церковь должна защищать права каких-нибудь там меньшинств, вот, часто совершенно, в лучшем случае неприлично, а в худшем просто дико, подобного рода претензии к нам звучат. И, конечно, у христиан всегда есть соблазн похвалиться чем-нибудь таким и сказать, да, мы хранители устоев, или наоборот, да, мы поборники новизны, или, да, мы сторонники там, не знаю, определенной формы правления, или, наоборот, да, мы сторонники угнетенных меньшинств. Вот на все это, вместо того, чтобы всем этим похваляться, апостол предлагает нам вот такой вариант, я ничем не буду хвалиться, я ничем не буду хвалиться, кроме Христа Господня, кроме того, что Бог за меня умер, и моя жизнь этим крестом, Христовым тоже отдана Богу. И, подводя, возвращаясь снова к своей теме, апостол говорит, потому что вы Христе, ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, новая тварь, новый мир, понимаете, вот это трудно увидеть, еще труднее, наверное, поверить, но это то фундаментальное переживание новой жизни апостолом Павлом, которое тоже для каждого христианина на самом деле очень-очень необходимо. Вот увидеть, что нам дана другая жизнь, новая тварь, просто вот в рамках того же самого, казалось бы, творения на поверхности той же планеты, под светом той же звезды, но новая тварь, абсолютно другая, в которой то, что значило или значит что-то для мира сего, для мира безбожного, перестало иметь значение, а то, что казалось мелочами, как носить бремена друг друга, наоборот, стало фундаментальным путем исполнения закона Христова. Вот новая тварь, которую Иисус сотворил и в которой уже все прежнее, с чем мы приходим ко Христу, отступают куда-то на второй план. Понимаете, вот Павел говорит, вы Иисусе Христе, когда мы в Него крестимся, когда мы входим в Его жизнь, в Его новую тварь, уже не имеет значения, был ты из обрезанных или из необрезанных, каков твой бэкграунд, что ты там, какие за собой принес в церковь, стереотипы или провинности, все это уже не имеет значения, и не этим нужно хвастаться. И вот он говорит, что тем, кто поступают таким образом, мир и милость, и Израилю Божью. То есть он говорит, что вот это обновление, новшество, как сам Христос говорит, вот творю все новое. И как, кстати говоря, его ведь слова «новый завет» в меньшей степени означают, что он новый по отношению к веткому. Скорее, может быть, его хорошо было бы переводить выражением вечно новый, постоянно новый завет. Вот это относится ко всем, в том числе и к Израилю. И тем самым он действительно подводит итог всему продиктованному им посланием. Ну и, пожалуй, еще в самом конце апостол Павел говорит, впрочем, никто не отягощай меня, потому что я ношу раны или язвы Господа Иисуса Христа на теле моем. Несколько трудное место. Многие толкователи, особенно средневековые, хотя тоже не все, пытались на основании этих слов говорить о том, что там какие-то отметины на теле, в самом деле, как стигматы. Это в позднейшее время называется апостол Павел носил. На самом деле, уверенности, конечно, в этом нету. Скорее всего, речь идет о ранах, нанесенных ему неоднократными бичеваниями, которым он подвергался. Несколько раз за десятилетия своей деятельности. И это, в общем, такие сильные наказания, что они потом на всю жизнь оставляют отпечаток на состояние организма. Поэтому важно для нас увидеть, как Павел свои страдания, свои раны посвящают Христу и считают каким-то образом соединенными с ранами Господа Иисуса Христа. Может быть, еще в других посланиях он вернется к этой теме и попытается сказать что-то более содержательное. А послание к Галатам, как и большинство других посланий своих, апостол заключает благословением, говоря, да будет с вами благодать Господа Иисуса Христа. Иисуса Христа.